Я всех приветствую, и на нашем семинаре я хочу представить первого оратора нашего, это Александр Белов с темой, как космические женщины менялись во время эволюции, на минуточку, инволюции. Ну да, мы знаем, что такое инволюция. У меня это незнакомый слово на самом деле, поэтому я могу что-то не знать в этом мире, позволяю себе это. Да вы что? Нет, ну термин инволюция, он употребляется часто, инволюция, извините, матки, инволюция тимуса, инволюция, ну, введания женского организма, то есть он как бы при продуктивной способности теряет, но здесь в данном случае метафора, игра смыслов. Инволюция теории биологической инволюции, инволюция женского организма. Ну, понятное дело, что все происходит иначе, как, вот, по мнению эволюционистов, вот, сторонников теории инволюции, появились люди, вот почему женщина выпуклости впереди, да? Ну, у кого-то меньше, у кого-то больше, у кого-то шестой размер, у кого-то. Ну, в общем, разные. Почему, Юль Силович? Почему? Эволюционисты говорят, что женщины прятали скрытую эволюцию, они прятали, а грудь для того, чтобы не было понятно. Обезьяны любят, ну, вот, обезьяны, шимпанзе, самцы, они любят женщин самок с плоской грудью, потому что в этот период можно зачать, а когда грудь набухает, у нее, значит, ну, либо ребеночек, в общем, лактация происходит. А тут вдруг, вот, и они говорят, грудь появилась у женщин в тот момент, чтобы дезориентировать мужиков, чтобы они с охоты, когда пришли, значит, в общем, просили хлеба, щей там и так далее, и, в принципе, не смотрели на других. То есть, иными словами говоря, они спрятали скрытую эволюцию, спрятали женщины. Есть еще другая теория эволюционная, они, значит, утверждают, вот, кстати, причем очень серьезно, там Австралия, там Канада, Америка, они на полном серьезе утверждают, что женщины дрались, у кого овуляция, да, вот, у кого, ну, скрытая течка, так скажем, и вот тех они били, а, значит, ну, у тех, кого она закончилась овуляция, или у кого не началась, они их били, и, в общем, она теряла привлекательность всякую для мужчин, и они стали прятать эту эволюцию. Ну, и, как бы, совершенно, вот, овулярный цикл, непонятно когда, и, в общем, для женщин тоже загадка. На самом деле, конечно, снимали фото женщин, да, вот, во время эволюции, ну, там где-то в течение суток, в общем, фоллипул лопается, а в оцепе второго, значит, отролина выходит, ну, яйцеклетка в эти маточные трубы, и, фактически, в этот период снимали женщину, она действительно казалась вот мужчинам более привлекательным, показывали мужчину потом, и в обычные периоды уже, ну, там, я не знаю, менструация, когда. Я, кстати, про вашу тему, женщину. Видите, какая космическая женщина меняется во время эволюции? Ага, это у нас врач сексуалов. Вот, так что вот такая вот история. Ну, я-то считаю, как бы, сторонники теории эволюции считают, что выбор изначальный, то есть прилетали сюда 50 тысяч лет назад наши предки, и женщины были грудастые, бедрастые, в общем, все такие уверенные в себе, хорошие, как говорится, не было у них плоских грудей и открытой эволюции, течки не было однозначно у них, ну, в смысле, открытой, как бы, скрыто все, было скрыто. И почему это, как бы, делалось? Потому что можно было для женщины, вообще, партнеры, они устанавливают связь по другим признакам, не сексуальным. Животные, для них важно заполучить сексуального партнера, быстренько-быстренько сделать свое дело, потому что эволюция, ну, понятное дело, там, 3-4 дня, там, и все такое прочее. Ну, у разных животных по-разному, конечно, и если, как говорится, что не так, то опоздало, и там, мимо, и все, и зачатие не... А тем более, это все с сезонными периодами связано, и так далее, и тому подобное. В общем, такая вот вещь. То есть, по мнению эволюционистов, пышная грудь появилась у женщин для того, чтобы скрыть период фертильности. Вот эта самка, вот она кормит, тут у нее висит, там, на пузе с обратной стороны. Считается, сам сов привлекает пышную грудь, ну, вот то, что я вам сказал, но он изучает гениталии женские. Ну, и понятное дело, что, в принципе, вот этот цикл по 28 дней, он у всех более-менее совпадает. Причем, мне моя бывшая рассказывала на полном серьезе, что менструальный цикл, он синхронизируется у женщин, которые вместе. Но она раскалывала, на картошку их отправляли, они там жили в общаге, и, в принципе, у них синхронизация была этого дела. Хорошо. Вы, это как? У меня три дочери. Да? В своем жизненном опыте живу с ними. Ну, приблизительно. Синхронизация, да? То есть, вы подтверждаете. Ну, вот они до сих пор, как бы, официально это все не могут подтвердить, что это так. Хотя, в принципе, это довольно ясно, что это так и так. А если менструация совпадает, то тогда эмуляция, по сути дела. Ну, по логике вещей. Ну, ясное дело. А можно я насчет синхронизации добавлю? У меня у мамы были собаки, и одна собака была беременна, а вторая сильно завидовала. Только когда родились маленькие щенята, и у одной и у второй было молоко. То есть, на фоне того, что как раз синхронизация вторая сучка синхронизировалась с той, которая родила их. Некормили обе грудью этих щенков. Ну, конечно. И у самок львов это есть отмечено, потому что они там охотятся вместе. Александр, еще есть один дополнение маленькое, что в гаремах вся эта линейка, которую вы говорите, она вся проявлялась. От животных до больших форм и синхронизация обуляции имеется двумесячной. То есть, они там и у евнухов тоже, да? Нет, не для евнухов, а под хозяина раз и у друг с другом два. Да, вы проверяли, защитили кандидатскую по гарему. Да, я даже могу так сказать, что мужчину, у которых 2-3 жены есть, я знаю, есть и 3-5 жен одновременно действующих, и 2-3 любовницы, то у них синхронизируются и циклы также. А если они не знают друг друга или знают? А через мужчину все передается половым путем и полевым. Телегония, телегония. Да, полностью, полностью синхронизируется, и он ездит от одного, от другой, счастливый, и у них все вовремя для него. Жуткие вещи в рассказе. Слушайте, тут еще, может быть, врач-сессолог хочет рассказать. Я просто говорю факт. Ну, хорошо. Я приглашу, возможно, если он приедет. Известная личность в Москве, если пожелает. Кто? Я буду вам говорить сейчас, фамилию не буду. Просто, если он захочет, он приедет. Ну, хорошо, ладно, давайте я завершу доклад, а то я чувствую... Я, пожалуйста, вы говорите о синхронизациях. Что синхронизируется? Менструальный цикл. Менструация синхронизируется. Но они не друг с другом, они синхронизируются. Ну, с друг с другом. Ну, вот, не, моя бывшая... Ну, просто напросто это вы мне. Да ладно вам. Это фантазия? Ну, не, не, не. Ну, хорошо, Борис Норвич и интро. Он может 28, у 2-й могут 22, у 3-й могут 30 и так далее. Что там синхронизируется? Вы, это, по-вашему, значит, если, допустим, у 1-й 28, у 2-й 24, у 3-й 30, и вот они вместе живут, и все, что они 28, ну, или нет? Ну, у них синхронизация. По экспериментам, проведенным специально, от мышей до макак, значит, самка сильная, она просто и гормональная, и прочее, она чуть ли не писает на них. И у них вообще, у некоторых пропадают циклы. У мышей полностью пропадает, заглушает даже циклы. Комминация. Как это называется? Доминирование. Доминирование, да. И она полностью, что вы говорите, это, конечно, правильно, не сознательно, что циклы у каждой свои, но... Пойду, я не говорю, что вы бредничок. Вы мне говорите, что вы говорите. А я говорю то, что чем я занимаюсь, честное. Я брать. Хорошо. Хорошо, он тоже брать человеческих душ. А потом, вы выградываете, извините меня, человека, животными. Живот это животное, а человек это животное. Так, Борис Георгиевич, все, 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 а то я разбудил зверя. Вы, конечно, не дарменишки. Нескарменишки. 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 Вы говорите не так, да? И вы это при этом не оскорбляете, да? Так, Борис Георгиевич, все, все. Ну, если вы заводим на этой вашей проблеме. Борис Георгиевич, молчим, молчим. Там женщина сидит, тут у женщины. Я как женщину могу сказать в этом отношении? Так, скажите. Дело в том, что у женщин цикл, даже если он 28 дней, он периодически может меняться и изменяться. И поэтому, когда женщина попадает в одно пространство, у кого-то может месячный начаться раньше или позже. И это правда есть. Потому что, когда дочь попадает в мое пространство, и когда у нас это вдруг одновременно у всех бабахать начинает, то это бывает очень интересно. То есть, ну, вот я как бы... Не, ну вот по опыту, по опыту вам человек говорит. Борис Георгиевич, вы говорите, такого не бывает. Это вы в книжках читали, не бывает. А вот по опыту. Ну, смотрите, человек, женщина переборела ОРЖ, и у нее может быть совершенно поменяться цикл. Я говорю о том, что цикл как таковой, если женщина здорова, у нее будет 28. Если женщина больна, от нарушения могут быть огромная цикл. Поэтому... Ну, это очень индивидуально. ...ти 15 до 22... Да не в этом дело. Александр, человек не включает среду. Он очень не любит ламброза. Ламброза, ладно. Ламброза мы все, может быть, не очень любим. Ламброза. Ну, в общем, я спрашиваю у эволюционистов. Вот, в принципе, если обезьяны наши ископаемые, или там общий предок у нас обезьяна, то почему, собственно говоря, женщины, когда у них овуляция, это происходит все в течение часов, да? Почему не оглашают они окрестность криками призывными? Почему они, значит, не демонстрируют мужчинам гениталии? Почему они вообще... Потому что, ну, по сути дела, вот пройдет несколько дней, и будет упущен момент. Целый месяц пропадет даром. Понимаете? Все это делают. Кошки, собаки. Все делают. Кто угодно там. Павианы, там, обезьяны, вот, они все демонстрируют, они все кричат. Фоса вообще с ума сходит. Ну, это мадагаскарский хищник такая, забирается очень высоко на вере, и так орет. Все самцы сбергаются, и, значит, там такой кастинг начинается. Ну, в общем, кавалер для зачатия полный. Понимаете, почему женщины это не делают? Если наши предки были... Потому что человек, поэтому она это не делает. Да, я тоже хотел сказать, потому что... Потому что человек... А как так получилось, что это вдруг стало из открытой скрытой? А это уже серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. Как раз вы ответили на этот вопрос, что скрытие и первичные реакции, психофизиологические и так далее, здесь уже они являются и не только через соматику, но они и через реакцию, внешнее поведение уже сказываются. Конечно. Это скрытие. И поэтому у женщин автоматически это кажется не то, что стыдным там каким-то... Нет, нет. А, нет. Я-то вот мой ответ. Это тоже... Вы же сами об этом сказали. Нет. Вот мой ответ, почему скрытие. Потому что человек есть осознанность. И он выбирает... Но он так скрывается и женщина... Нет. Для него важно не заполучить сексуального партнера и зачать. Да? Вот как для животных. Не важен партнер, важно зачать. Для самки, да? А важно найти спутника жизни по общности интересов. То есть нужна рекурсия, нужны смыслы. Нужны умножения смыслов, нужна ментальная репрезентация, соотношение, смыслы и так далее. В речевое, в неречевое общение и так далее. Вот для чего важно для партнеров. Поэтому и это скрывается. Время, для этого нужно и время. Конечно. Поэтому скрывается, чтобы не эти безбашенные барышни и юноши, услышав крики друг друга, не выбегали и не делали ошибки. Сейчас такое происходит. Я в Петербурге это видел. Ко мне подбежала девушка, показала грудь и сказала, вот я не стесняюсь, я вот такая, мне хочется любить и все такое. А чего она от вас хотела? А как что? Ну я стоял. Овуляции. Юрий Сеалович, это очень вас красит, конечно. Что девушки сбегают, показывают вам грудь. Ну хорошо. Ладно, я думаю, мы еще кое-что узнаем интересного. Так, ну вот, ладно. Значит, еще другой очень интересный аспект. Вот почему месячные есть? Почему менструации, да? Ну понятно, что, в общем-то, ясное дело, что здесь эндометрий, он накапливается. Вот показано по дням. Яйцеклетка выходит в фаллопиевую трубу, и она фактически, если не происходит зачатие, а происходит зачатие вот здесь где-то, то фактически все это отторгается через какое-то время, ну там через 14 дней, условно говоря, да? И почему менструации только у человека? Ну за исключением, может быть, там слоновой землеройки и некоторых приматов. Почему? Ну, если наши, ну там слабенькие, там на самом деле скорее течка, ну в общем нет, менструации у собак нет, ну официально, по крайней мере, медицинно так. Пишут про слоновую землеройку, вот она, это животное очень в Африке, совершенно необычное, говорят, что его родственник слон. Ну на самом деле глупость полнейшая. Ну она где-то 20-30 сантиметров, на высоких ногах довольно-таки, единственный хобот у них есть. И услонаю этого, но это не значит, что... Ну в общем, ладно. Дело в том, что менструация сохраняется. Но зачем менструация? Это же огромный расточительный ресурс. И тут только с позиции инволюции можно теории объяснить, что почему эта менструация происходит. Чтобы вот эмбрион с большой головой длительный период вынашивания. Поэтому заранее, заранее вот это вот все утолщается слизистой матки и фактически готовится перина, куда это все может войти и прорасти. Причем сам зародыш, он довольно агрессивно себя ведет по отношению к женскому организму. Он фактически использует это как паразит. Он просто внедряется, он разрушает сосуды, разрушает сосуды, перистальтика сосудов, она фактически уходит. И образуются такие озера крови. И он оттуда пьет эту кровь, зародыш, пьет кровь и вбрасывает туда, наплевывает метаболиты и гормоны. И управляет женским организмом. То ей хочется соленого, то слабенького, то иди туда, пойди туда, принеси то, съешь то. То есть он начинает реально управлять ей, женщиной. И фактически спрашивается у него, что мозг есть, у зародыша. Это вот там развивающаяся активная яйцеклетка. Откуда вообще? То есть программа работает, она управляет. А у солнечных вообще, вы же знаете, что делает зародыш. Он просто выделывает из самки, из матери вообще чудеса. Значит, были плацентарные звери обычные. Ну вот по моей версии, по инволюционной. И зародыш начинает ползать, потому что, значит, надо освободить место другому. И он, в общем-то, недоразвитый. У него недоразвитые ручки. Он ползет по специально вылизанной матери его такой дорожке к соску. Он ползет и, значит, ручками вот этими цепляется. У него глаз нет. Еще они недоразвитые. Ножки тоже недоразвитые, обрубки такие. И вот он ручками. И когда он к соску присобачивается, он срастается с ним. И все. И висит на нем. А потом начинает у них формироваться складка кожи. Ну вот у женщин. Которая его закрывает, чтобы он там не оторвался от чего, когда она бегает и так далее. И постепенно сумка образовалась. То есть сумочная и вторичная по отношению к плацентарным. Понимаете? Вот такая вот вещь. То есть вот этот репродуктивный цикл, он там длится месяц рождения. Никакой плаценты вообще нет. И в помине. Ну есть там зачаток плаценты, но она не развивается. А существует конвейер. Постоянный конвейер воспроизводства потомков. То есть почему это было сделано? Чтобы вот эти зародыши как можно быстрее и быстрее. То есть один на соске висит, другого она вынашивает. На диапаузу поставила его. То есть он не может родиться, пока третий зародыш, вернее третий плод уже не выйдет из сумки. И перестанет, в общем-то, пользоваться молоком матери. И вот такой конвейер все время. Когда лактация, она рожает. Ничего у нее, никакой диапаузы нет и так далее. В общем, вот такая вот история. То есть вот что выделывает зародыш? Эволюционисты это вообще не видят. Ну вот просто реально огромная группа солнечных животных, отряд целый, по сути дела, они не понимают вообще, как это происходит. Откуда они взялись? Они про какой-то естественный отбор говорят, который отбирают. А мне-то интересно, что? Когда бывшие люди теряют речь и смыслы, то у них, конечно, биология выходит на первый план. И, в общем-то, здесь уже, конечно, размножение становится на самом главном. И действительно, дикие женщины, диких мужчин призывают криками на саите, потому что они чувствуют, они уже начинают чувствовать эту овуляцию. Вот, я не знаю, есть данные, что и современные женщины, они чувствуют где-то чего-то овуляцию. Ну, как-то они могут подсознать, ну, там, слизи, ну, это выделение матки, там они определяют по консистенции, да, но эти тесты так и известны, но они дают степень погрешности довольно-таки большую. А здесь, в принципе, все это в открытый режим. То есть кровь наполняется гормонами вот этой дикой женщины, половыми. Она просто орет, она зовет дикого мужчину, иди, соединись, причем, какой ближе, тот и приходит, и соединяется. Чего? Чего вы говорите? Я и говорю, жуткая вещь, просто жуткая вещь происходит. И это все эволюционисты просто не видят вообще в упор. Вот, а вообще, почему мы построили цивилизацию, эти трубы, заводы, эти фабрики, кто-то знает вообще? Да потому что у нас есть рекурсы, потому что у нас есть смысл, и потому что мы умеем словами выражать свои мысли. Если бы у нас этого не было, мы бы ничего этих труб не построили. Можно? Можно. Я могу предположить, почему женщины не орут, что им нужно срочно с кем-то совокупляться, потому что именно этим мы и отличаемся от животных, потому что мы не будем совокупляться абы с кем-то, мы будем совокупляться с партнером, которого мы выберем, в первую очередь, душой, и, в вторую очередь, для того, чтобы потомство продолжало по-хорошему гармоничному развитию, мы будем выбирать себе самца, который сможет это потомство содержать, обнять. Ну, мужчину, самца, соответственно, да. Самец – это такое животное. Ну, вот мы просто, когда себя уподавляем животное, мы чуть-чуть теряем свой изначальный смысл, потому что, все-таки, мы живем осознанно и душой, сердечным чатом. Поэтому мы не бегаем по улице, распрячаясь своим генитарем. Ну, вот, вот, это вот камешек в огород эволюционистов, потому что они все время любят сравнивать там мышей с людьми, а с этих крыс с человеком. В общем, вот такая история. Ну, вот была «Битва за огонь», такая книжка в 1111 году написала, кстати говоря, Ронни Старш, такой автор. Ну, там тоже это все показано, как они боролись за огонь. О смыслах – ничего, о возникновении речи – ничего, практически. Вот как они огонь от другого отнимали, там, от друг друга мочили, такой триллер хороший, вот, «Битва за огонь», ну, как «Прометей», «Делки-палки». Извините, откуда они знали, что им огонь нужен? Что там смысла в этом огне-то? То есть, вообще, вот такое впечатление, что какая-то извилия на эволюционистов не работает. Вообще не работает, реально. Да, ну, женщины, да. Да, да, нет, хорошо, хорошо. Потому что для меня «Прометей» дал людям не огонь живой, а он им душу дал. То есть, он биоробот, снабдил, ну, это, как бы, я не претендую на истину последней инстанции, но это моя позиция, что «Прометей» именно наградил душой, то есть, соединением с Творцом. Этим и зато отличается, собственно, от живой. Ну, конечно, конечно. Вот в том и дело. Короче, надо что-то с эволюционистами делать. Они забирают деньги и ресурсы. Ну, вот логика начальных этапов гоминид по Лав Джой. Лав Джой, он излучал ордипетек и роминдус, вот тут скелет, и вот он говорил, почему, в общем-то, началась скрытая эволюция у женщин. Да потому что, мол, дескать, и вообще, почему они распрямились, да, наши предки. Ну, он эволюционист, еще раз повторяю. Значит, и почему уменьшились клыки? Угорел шампаза, грудные клыки. Ну, ордипетек и роминдус, который жил 4,4 миллиона лет назад в Африке, тоже огромный, ну, большие, чуть меньше, чем угорел шампаза, но тем не менее. В принципе, они говорили, вот самцы стали носить пищу самкам, а чтобы носить, значит, вот много пищи, руки освободились и стали двухногими. Значит, принесли самки пищу, она стала есть, значит, ей понравилось. Она, значит, еще хочет пищи, а, значит, овуляция, она, в принципе, не позволяет. Она, в принципе, позволяет, как бы, выбор делать в тот момент, когда это овуляция. А пищи хочется всегда. Поэтому, собственно говоря, они стали скрывать женщину эту овуляцию, ну, и это уменьшило, в свою очередь, внутригрупповую конкуренцию, то есть самцы стали совместные рейды за пищей на двух ногах уже, ну, и самки, глядя на мужиков, стали тоже на две ноги, чем рыжие, что ли. Ну, и в том, да, все поднялись на две ноги, в общем, крыльки у них стали меньше, потому что агрессии стало меньше, и вместе коллективно они стали строить советскую власть, ну, такую первобытную власть. Отсюда, как бы, вот это все скрытое эвуляцией, ну, вот и прямохождение. То есть он разные причины и следствия свел воедино, видите, прямохождение, уменьшение клубков, скрытое эвуляция, и вдруг по конкуренции агрессии самцы пищают. И вот так вот это все по кругу у него идет. Все причины являются следствием друг друга по кругу. То есть логик, конечно, ломается при этом. Ну, в общем, чего скажешь. Вот это после трудовой теории Энгельса, когда труд сделалось за бездянным человеком, это после всяких там социальных надстроек, там экономических, Маркса и Энгельса и так далее. В общем, все это так. Ну, вот сам Лавджой. На самом деле, конечно, изменчивость вектора, он был, конечно, совсем другой, он был инволюционный. Вот здесь два шимпанзе, самца, борются из-за, вернее, дерутся, у них там шерсть плочья налетит, и заброшены им это, как помидорки. Ну, спрашивайте, что их помидорка устроит, там и на один зуб это помидорка, потом чумуем это помидорка. А это вот, да, это вот как бы такое начало этой агрессии. Поэтому и ардипетекромидус, я считаю, что он, в общем-то, не является таким вот препком человека. На самом деле у него, ну, это немножко другая тема, у него, в принципе, изгибы позвоночника, как у человека, и они были унаследованы от многого существа. И, в принципе, здесь уже идет речь о том, что ардипетек не является. Ну, вот здесь, вот так, гипотеза представлена, о которой я вам говорил, что женщина, сражаясь, ну, допустим, вот овулирующая дама, она становится привлекательной для мужчины. Вот здесь мужчина возлежит и смотрит, как две дамы, значит, борются. И вот они совместно начинают против нее контрдействие, чтобы вывести из игры подкортики и шкурку, и так далее, и так далее. Ну, в общем, все очень остроумно. Но это, кстати говоря, на это тратятся деньги, вот исследования, это печатается в журналах научных, таких серьезных, нэйч там и прочее разное. В общем, они, конечно, для себя находят очень интересное занятие по жизни, но критики они не любят. Критики не любят, понятное дело. Но я считаю, что, конечно, половая система не только, я считаю, консервативного человека, она, в принципе, изменяется не столь активно. Ну, понятно, что там изменяются репродуктивные стратегии, в общем, количество детенышей в помете, сокращается число, значит, месяцев вот этого антогенеза эмбрионального, число молочных желез у кормящих самок. Ну и причем, в общем, как изменения идут в материнском организме? Вполне возможно, что сами эмбрионы, они вот воздействуют с помощью гормонов, пептидов, нейромедиаторов на организм, через плацентарный барьер на организм матери. В общем, такая вот, ну и, конечно, в общем-то, сроков беременности, они тоже сокращаются, и сокращение детства. Причем, почему важно для детей все это вынашивание? Почему нужны такие, собственно говоря, толстые выстилка матки и так далее, вот этот период потом отторгается? Почему такие ресурсы? Да потому что надо взрослого, очень мозговитого детеныша, ребенком воспитать, а потом его, мало того, его родить, его надо воспитать, научить грамоте и так далее, обучить. У животных все это утрачено, грамоте никто не учит их, и, конечно, там быстрый цикл репродукции идет. И, в принципе, смысл слов животные, они уже особо не строят из них, коммуникации не в коллективе, внутренней речи они не обладают, и так далее, и так далее. Ну, здесь вот очень интересно, вязка у волков, там вот бывает у собак, это, ну, когда там на кончике полового члена, там луковичная железа, она раздувается в влагалище, препятствует, сказалось бы, что тут, да, вот, что это такое, вот, эволюционный какой-то, или эволюционный казус, что это. А на самом деле самцы, они конкурируют за самку, и он, в принципе, делает вагитальную пробку, таким образом, она вставляется, то есть он ее на полчаса, то и на час блокирует в таком состоянии, у него начинается вот этот процесс всасывания, и фактически они достигают маточных труб сперматозоиды, и конкуренты не могут уже, они тявкают вокруг, ну, там, ходят, рычат, а что делать? В общем, у них вязка, все, они вот так стоят, и все. В общем, вполне себе реальное, такая эволюционное приспособление к этому. Вот как к этому относиться? Вот так к этому относиться, что эволюция, она, в общем-то, все стороны жизни. Ну, дельфины говорят, что они, бонопо, обладают такой повышенной сексуальной, что женщинам пристают и так далее. На самом деле, в принципе, почему это тоже? Тоже стратегия такая определенная, в общем, у них сохранилось. Ну, и вот то, что я вам говорю, женщины, они, в принципе, чувствуют, видимо, свою вот эту вот уязвимость, вернее, когда яйцеклетка выходит уже из фолликула зрелая, и они начинают себя вести более так раскованно и одеваться более так, и так далее. Ну, по некоторым данным. О чем это говорит? О том, что все-таки мы от космических людей как-то уже немножко, ну, я бы не сказал, сильно эволюционировали, но чуть-чуть уже съехали, понимаете, в эту сторону. А в сторону открытой эволюции. Ну, это, конечно, не животные, с которыми кричат призывно, да, возьми меня. Что это космические люди? Космические люди, это вот люди-вселенцы, которые 50 тысяч лет назад, по моей версии, появились в верхнем полиолите, и от кого мы, собственно, и происходим. Это очередное мы заслевывание Земли. Там мы видим последнее шоу Мадонны в Бразилии. Там уже дойдут до 100, до совокупрения на сон. Да? Да. Ну, это неудивительно, в принципе, ничего тут. Ну, вот, как их... У нас-то инопланетяна все время, знаете, как-то трактуешь, что они такие гадкие, такие слюна-печелства. Вот, а, в принципе, так их мало кто рисует. Женщины грудастые, бедрастые, все такие красавицы. Вот спрашиваются, космические люди и наши предки, но вот почему бы... Вот 300-900 лет и 2000 лет. Все, дорогие друзья, спасибо за внимание. Если есть вопросы какие-то, я быстренько, а если нет, то дальше поехали. Но нет вопросов, я думаю... Сэр, там один вопрос есть. Ну, давайте. Важный вопрос. Как раз, если рассматривать с позиции эволюциониста, то, если мы рассмотрим зародыш, ну, как, человека, то вопрос такой, все в целом-то там есть и возможность развития есть, но зародышем человека назвать хвостатое существо, ну, первичное, очень сложно. Хвостатое? Да, эмбрион. Он не имеет хвоста, эмбрион. Это, опять-таки, не то, что заблуждение. Я говорю... Это сознательное введение. Александр Ильич, вы молодец, все правильно говорите, но это я сказал быстро, чтобы было понятно. Это похоже, он похож на человека? Он похож на... У него 60... Похоже. 60... Какой? Вот это вот, вот этот вот, рыбка свернута? Нет, это не рыбка. Я не про это, я про это не рим. Нет, нет, нет. Он что, похож на человека? Нет, нет, нет. Вот я вам говорю, полуторамесячный эмбрион человека имеет 60% массы мозга от массы тела, 60%. Вы видели, вот такой вот эмбриончик, вот мне на кафедре показывали, вот такой эмбриончик, головастик, и он огромную голову им, какая рыбка? Где вы видели рыбку с такой огромной головой? А я как раз и хочу вот про это. А потом попучный канатик, у какой рыбки? У редкой рыбки есть. Александр, вы правы. Так вот, он действительно вот такой, да? Да. Но в нем же нет половых признаков в этот момент. Есть генетический рост, а есть морфофизиологический рост. И он проявляется на втором месяце беременности. Начинает с дезинферизации. Ну, раз вы спросили, я просто быстро отвечаю. Сначала эмбрион инфантильный гермафродит. То есть он имеет признаки нервов канала, вольфов потоки, он имеет признаки мужской жизни. И мужские, и женские. То есть его называют инфантильным гермафродитом. На полуторамесячном возрасте, где-то вот так вот, то есть сколько там, шесть недель, у него начинают образовываться сообразные с генетическим полом уже морфогенетические и физиологические изменения. То есть формируется там половой бугорок, формируется, если у мужчин уже пенис и так далее, если у женщин будущих, у них формируется, значит, ну, в общем, влагалище, личники и так далее. Все абсолютно точно. И вы посмотрите, то поведение, когда сам, и вниз проведите проекцию, а что вот этого инфантильного состояния зародыша, и он-то близок реально, к физическому процессу облудовлетворения, недавно только произошло, он-то недавно так появился, сколько там. Ну, то есть когда... Нет, я вам хочу сказать. А здесь, здесь, может быть, появится, а может быть и нет, в зависимости от того, поведение или формы, которую и реакцию выберет самка, либо те, которые окружаются, чтобы не дать ей это проявить. По внешнему. И вот этот уровень поведения психо-физического, сгаданного так, и оно, видите, как отражает процессы начальных моментов именно от овуляции до появления зародыша. А чего на Вячеслава пока? Не на Вячеслава, я показываю руку просто влево. А в него не показываю, потому что он сейчас начнет переходить на личности, а это не нужно. Так вот, значит, смотрите, вот этот момент всеобщности связи, он континуальный. А континуальность, по сути, это живое, или, как сказать, физическое связи с женщиной. Именно с женского мышления. В общем-то, здравствуйте, женщины, хоть сегодня 8 марта, в общем, рожайте, как говорите. То есть, клетка не бегает за сперматозой? Не бегает. Нет. Что не бегает за сперматозой? Клетка не бегает за сперматозоидом, чтобы оплодотвориться, поэтому не причиняю. Нет, сперматозоиды бегают за... Стараются оплодотворить. А я, поешь, поскольку. Попросик можно. Ну ладно, наше представление. Ну, если вы затронули космического человека, то чем отличается, в принципе, вот этот космический человек, который там высадился... Ну вот, по моей версии... Он высадился. Ну, то есть, я сейчас, просто сейчас хочу подтвердить, действительно, инвалюция, в каком плане. Значит, вот эти космические люди испытывали оргазм или нет? Вы женщины? Конечно, понятно. А современные женщины не испытывают этот оргазм? Ну, кто-то испытывает, кто-то. Ну, в этом аспекте распространение... Я не думаю, что... Переходите к телесности или к маркологическим признакам, да? Да. Там, чем отличаются это? Нет, скорее всего, видите, практически оргазм, это информационное состояние. Да. Проведение. Вот я подбежу... Нет, и учитывая, что космические люди, они интеллектуально более развитые были, где-то что-то произошло. То есть, высокоинтеллектуальные пришли сюда, и прошло там несколько тысяч лет, и фактически, вот человек современный, да, превратился в приманка. То есть, примитивный человек. Но еще не превратился. А признаком того, что он примитивизировался, это у женщин отсутствует оргазм. Я уже на эту тему, по-моему, в эту коллекцию прочитал. То есть, существующие женщины, они анаркосмичные цивилизации, благополучная будница. Но она обобщает, обобщает, обобщает. Вот в этом плане, в этом плане, рассказывается инвалидность, инвалидность в интеллектуальном плане. Морфологически вроде бы все есть. И сиски, и пищи, и жопа, все вроде бы ели. Попка, попка, не говори, что дети. Оргазма нет. Оргазма нет. Оргазма нет. Оргазма как не было, так нет. Я говорю, что я отрицаю, я еще по этому поводу скажу, что женщины, ну как, ты это специалист, что там соображаешь. Да это мы, женщины не соображаем. Мы же дебильные приматы. Вот и все. Ну хорошо. Я знаете, хочу сказать, вот Борис Георгиевич очень интересную тему сказал, как бы отметил, что действительно, у нас же все время на это вот переводят, на сексуальность, а мы-то отличаемся от, собственно, животных со всем другим. То есть, еще раз повторю, что партнера выбираем мы, ну вот люди, полового партнера, не важно, мужчина, женщина, в принципе, по дебилов явно кто-то не будет выбирать. Вот однозначно, если он весь такой, ну вот, допустим, там, говорят, мужчина, там, ну, женщина, вот, качок такой, да, но я не знаю, может быть, я не качок, конечно, но если он дебил, не думаю, что вот каждый будет бросаться на это, да, то есть, все равно у нас признак интеллектуальных вот этих вот предпочтений. Конечно. Недавно я здесь услышала эксперимент номер 25, и, наверное, вы его знаете, я могу где-то ошибаться, подправьте, если что. Эксперимент проводился, по-моему, на мышах. И вот эти крысы, их поместили в идеальные условия, когда у них была еда, и все на свете. Первое, что они начали делать, пребывая в прекрасных условиях, они начали совокупляться, совокупляться, рожать, совокупляться, рожать. Следующая была стадия, когда им это надоело, они только жрали, дальше самки стали откалкивать самцов, насколько я понимаю, дальше они вообще, по-моему, начали жрать друг друга, закончилось это вымирание через какой-то определенный 150, по-моему, дней, они перестали рожать, они перестали вообще размножаться. И это типа переводит на нас, что если нас поместить в хорошие условия, что мы перестанем рожать. Дело не в этом, дело в том, что мы не кролики, которые просто трахаются. Вот в чем разница между животным и человеком. Разница именно в мозговой функции, в сердечной части. Конечно, конечно. Поэтому наше вымирание или не вымирание в будущем составляет именно на наш мозговой штурм. И вот ошибка эволюциониста, что они все время нас на этих животных переключают. Они говорят, что они наши предки. Вот смотрите, на мышах показано, на крыльниках показано, на крысах показано, чего показано. Ну, идите своими кроликами и мышами. Мы люди, у нас есть вот здесь вот совсем того, чего нет у них, уже нет. Поэтому это же надо тоже. Ну, ладно, все. Спасибо за внимание.